Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ввиду особенностей содержания вопроса, я не буду его засчитывать, мне кажется, это личная конфиденциальная информация, которую я не хочу и не могу делать публичной, по крайней мере. По крайней мере, мне кажется, что это было бы корректно. Значит, что я хочу сказать. Во-первых, во-первых, на мой взгляд, проблематика здесь такая, что вы, я бы сказал, стыдитесь довольно сильно себя, вы не принимаете себя, вы обесцениваете, хотите, ну, хотите избавиться от этого, вот того, что, собственно говоря, с вами происходит. Вот. Является ли это как-то вот чем-то таким корректным? Нет, потому что есть ощущение, что вы пытаетесь быть правильным. Ну, вот в этой ситуации есть такое ощущение, да, есть чувство, что вы пытаетесь быть правильным, и я чувствую, что не принимаете вы свои предпочтения, вот, которые у вас есть. Вот. Это, ну, притом, это притом, что, ну, в общем-то, у того, что с вами происходит, есть причины свои собственные, да, причины, которые заключаются в вашем реагировании, так скажем, на конфликт, вот, где вы говорите о том, что боитесь конфликта, где вы говорите о том, что вас как-то вот напрягают конфликты, что вы не любите, когда, там, на вас, вот, ну, кричат, да, вот. Естественно, что никто не говорит о том, что нужно, чтобы вы любили, когда на вас кричат. Ну, я также думаю, что одна из причин, по которой вы чувствуете то, что чувствуете, связано с тем, что... связано с тем, как вы обращаетесь со своей злостью, вот, как вы обращаетесь со злостью, с агрессией и так далее. Есть ощущение, что вы запрещаете себе выражать и проявлять злость. Злость. Злость, агрессию, вот. И в то же время расслабляетесь, когда это представляете. То есть, вот, то, что вы чувствительное, да, то, что вы ранимое, вот, как вы говорите, принимаете все, вот, ну, близко к сердцу, вот. На мой взгляд, это связано именно с этим, именно с тем, что... А, вот, как вы обращаетесь со злостью, вот. И тем, что вы запрещаете себе злиться тем, что вы пытаетесь быть, вот, хорошей, поддерживать образ... Ну, вот, образ себя такой, да, вот. Кроме того, я думаю, что у вас есть определенный, на мой, по крайней мере, взгляд, у вас есть определенный страх перед... Какой-то такой вот, ну, перед непредсказуемостью. Тогда как... Тогда как... Тогда как... Ваши ощущения могут давать вам... Чувство, ну, такое, знаете, чувство... Понятности. То есть, вот... Как бы, ну, все понятно здесь. Вам понятно. Все определенно. Все достаточно четко. Вот. То есть, как будто... Как будто бы... Как будто бы... Мы говорим о том, что... Вам... Хочется... Заземление. Вот. Так я бы... Я бы... Сказал. Вот. И... Если... Вам... На самом деле... Хочется... Да. Потому что я думаю, то это происходит... Эм... От... С одной... С одной стороны... Эм... Недоверие себе очень... Эм... Такого вот... Сильного, да... Эм... Достаточно мощного... Эм... Недоверие себе... С одной стороны... С одной стороны... И... С другой стороны... Это происходит... Эм... Эм... Скорее всего... Эм... 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 Но мне кажется, что проблема здесь и психологическая тоже, в том числе, и, на мой взгляд, наша задача заключается в том, чтобы помочь вам разрешить это, именно помочь вам разрешить вашу психологическую проблему, понимаете? Вот, поэтому я думаю, что ваш вопрос, что делать, да, и как не испытывать того, что вы испытываете, не совсем корректен, вот, потому что мне в какой-то степени претит коверкание людей, да, мне претит непринятие людей, вот, мне претит переделывание и так далее. Я думаю, что ваш муж, поскольку он фактически занимается чем? Он занимается тем, что, ну, как бы, проявляет ту же самую агрессию, обиду на себя, да, когда вы говорите, что он пьет там, и так далее, вот, он занимается тем, что он отражает, отражает вам то, что происходит с вами, по сути. И, на мой взгляд, на мой взгляд, вам нужно разбираться в себе, нужно работать над собой, над тем, как вы выстраиваете отношения, ну, вот, смотрите, как вы обращаетесь со своими чувствами, это очень важный момент, вот, и вы увидите в общем и целом, что вы, вот, как раз в напряжении пребываете, и напряжение это, оно достаточно сильно, это напряжение, у вас, вот, и вы привыкли его, значит, то, что вы, как вы себя описываете, да, вот, очень-очень сильно обо всём этом говорит, вот, а то, как вы к себе относитесь, когда говорит, что, ну, вот, значит, нужно, нужно избавляться, ну, избавляться, да, там, вот, во мне вот от этого, да, и так далее, и я не могу, там, чувствовать вот того, что я чувствую, и так далее, и так далее, вот, это всё, конечно, очень-очень бросает в глаза, вот, то, что, то, как вы к себе относитесь, вот. Как-то, как-то так, я бы ответил вам на вопрос, который вы задаётся, эм, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, эм, нужен ли вам другой специалист, да, возможно, возможно, нужен, вот, но психолог, да, и психотерапия тоже очень важно, вот, потому что то, что с вами происходит, мне, случайно, вот, сводить всё только к патологии, мне не кажется корректным, корректным, от слова совсем, или очень, очень обесценивающим вас саму, вот. Надеюсь, я достаточно ясно здесь выражаюсь. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok